Какое имущество не заберут при банкротстве? Заберут ли единственное жилье? Если жилье роскошное, или у него большой метраж, или это дом с земельным участком, не включаются в конкурсную массу предметы обычной домашней обстановки и обихода. Какое имущество не заберут при банкротстве? Заберут ли единственное жилье? Всем привет! С вами на связи Наталья Катраева, опытный арбитражный управляющий, 250 плюс дел, эксперт банкротства физлиц. Задавались ли вы подобными вопросами? Какое имущество не заберут при банкротстве? Смогут ли забрать ваше единственное жилье? Если да, поставьте лайк этому видео или напишите комментарий, так я буду знать, что эта тема для вас актуальна. А также досмотрите видео до конца, я отвечу на тревожащие вопросы многих граждан. А что если квартира с большим метражом? Будет ли продажа этого имущества? А что если единственное жилье это дом и земельный участок? Будет ли его реализация? Итак, имущество, которое не включается в конкурсную массу при вашем банкротстве. Что это значит? Что финансовый управляющий не будет реализовывать этот вид имущества. Полный перечень предусмотрен статьей 446 Гражданско-процессуального кодекса, рекомендую ознакомиться. Но основные виды я сейчас озвучу. Итак, не включается в конкурсную массу прожиточный минимум на вас и иждивенцев при наличии. Важно! Многие жалуются, что не получают в процедуре банкротства своевременно прожиточный минимум. А получение в процедуре банкротства прожиточного минимума носит заявительный характер. Поэтому обращайтесь к вашему финансовому управляющему для получения прожиточного минимума в вашей процедуре банкротства. Не включаются в конкурсную массу предметы обычной домашней обстановки и обихода, а также личные вещи, одежда, обувь и другие, за исключением предметов роскоши и драгоценностей. Кто-то из подписчиков мне задал вопрос, будет ли велосипед включен в конкурсную массу или, к примеру, ноутбук или стиральная машина. В теории, да, на практике, как правило, нет. Скорее всего, и управляющий финансовый у вас будет из другого региона и к вам выезжать по месту вашей регистрации не будет. Как правило, происходит так. Особенно, если вы заранее позаботитесь о том, кто будет проводить процедуру вашего банкротства. Здесь важно, что многие могут подумать о том, что вот я сейчас трудоустроюсь в такси или оформлю трудовой договор, что я работаю водителем и 100% свою машину сохраню. Нет, как правило, на практике только на основании определения арбитражного суда и только по вашему ходатайству исключается это имущество из конкурсной массы. На практике, скажу честно, маловероятно, что суд будет исключать автомобиль, особенно если он дорогостоящий из конкурсной массы. Но исключение есть. Минута рекламы. Чем я могу быть для вас полезна? Первое, это бесплатная консультация на предмет, подходит ли вам банкротство. Замечу, что я провожу процедуру под ключ по всей России. Далее, для вас, мои уважаемые подписчики, кто смотрит это видео, у меня доступна лекция по самостоятельному банкротству. Я понимаю, что у многих из вас нет денег на юристов, поэтому в лекции я разбираю, как собрать документы, как самостоятельно подготовить заявление для суда, где найти арбитражного управляющего и так далее. За смешные деньги вы получите информацию, как самостоятельно провести процедуру банкротства и сэкономить на юристах. А также я обучаю новичков и всех желающих, как зарабатывать на банкротстве физлиц. Могут ли забрать единственное жилье? Этот вопрос волнует многих должников, особенно кто не в теме, кто не погрузился досконально в тему банкротства и иных вариантов решения проблем с долгами. Нет, единственное жилье в деле о банкротстве в том числе неприкосновенно, на него действует исполнительский иммунитет. Единственное жилье, которое исключается из конкурсной массы, должно являться единственным пригодным для проживания для должника и членов его семьи. Что касается ипотеки, кроме ипотеки, ваша залоговая квартира уйдет с молотка, за исключением военной ипотеки. Вне зависимости, хоть там несколько несовершеннолетних детей зарегистрировано и даже если им негде жить. Будьте осторожны и бдительны, прежде чем залазить в ипотечную кабалу или брать кредит или заем под залог вашего единственного жилья. Сейчас буду отвечать на вопрос, а что если жилье роскошное. Поэтому если вам мой контент интересен, поддержите меня, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, а также напишите что-то позитивное в комментариях. Я буду вам благодарна. Итак, если жилье роскошное или у него большой метраж, или это дом с земельным участком, будет ли продажа этого имущества и обмен, так скажем, на имущество меньшей стоимости, к примеру, с трешки на двушку, с дома на однушку? Нет, никакого обмена не будет. И продажи, соответственно, жилья тоже. Верховный суд в ряде дел уже поставил точку в подобных вопросах и делах. Пока законодательно не установлен механизм продажи роскошного жилья и замена роскошного жилья для должника на менее дорогостоящее. Поэтому, резюмируя, единственное пригодное для проживания членов его семьи будет любое жилье, вне зависимости, сколько метров, где находится дом этот с земельным участком, либо пятикомнатная квартира. Даже дом на Рублевке, если это единственное жилье, не будет включаться в конкурсную массу. Значение также не имеет, сколько лиц зарегистрировано в роскошном жилье. На этом по теме видео все. Надеюсь, я ответила на тревожащие вас вопросы. Надеюсь, я поставила точки в ряде вопросов. Если вам было полезно, еще раз поставьте лайк, а контакты в описании для получения бесплатной консультации, подходит ли вам банкротство.